Здравствуйте! Вы смотрите выпуск СтопФейкНьюс. Здесь мы рассказываем о пропаганде в масс-медиа и разбираемся, кто врет в СМИ и зачем они это делают. Меня зовут Марго Гонтар и в этом выпуске мы поговорим о том, как российские СМИ придумали историю об отравлении салом и сами же ее и разоблачили. Снова увидели несуществующий поток туристов в Крым и о том, как помощники Путина скормили президенту Российской Федерации фейк. А теперь давайте разберемся с этими историями подробнее. Российские СМИ сообщили, что жители города Олежки, это Херсонская область Украины, якобы массово отравились бутербродами с салом. Нет, это не анекдот. Вот такую новость опубликовали Комсомольская Правда, РЕН-ТВ и даже канал Звезда. Да, они часто публикуют странные вещи вроде этой и истории про людей, ворующих хлеб у голубей, например, но это тем не менее канал российского Минобороны. А история про сало, по их мнению, такая. В рамках фестиваля Green Day местные активисты попытались установить национальный рекорд, выложив 200-килограммовый герб Украины бутерброд с салом. Но, как пишут российские СМИ, эта попытка провалилась, поскольку все, мол, кто им угощался, в итоге попали в больницы с отравлением. Откуда они об этом узнали? Ссылаются как на источник на публикации в местных изданиях, а Звезда еще упоминает о каких-то сообщениях в социальных сетях. Но эти сообщения в социальных сетях нам найти так и не удалось, как и массовые публикации в местных СМИ. Единственное, где вообще говорится об отравлениях, это статья на местном ресурсе Олеши Онлайн. Но и там вся информация об этом ограничивается фразой. Случаи с отравлениями тоже имели место. К тому же, статья в Олеши Онлайн имеет яркие черты заказного материала против председателя Олешковской районной госадминистрации Елены Кравченко-Скалозу. К слову, такая сомнительная публикация на маргинальном ресурсе заинтересовала только российские СМИ. Публикации на тему отравления в украинских СМИ нет. Ну и что говорят врачи? В видеоинтервью врач Центральной районной больницы Олег Попенко опроверг сообщение об отравлениях. Сказал, что больные с диагнозом пищевое отравление или жалобами не поступали. Опровергла новость про отравление и упомянутая уже председатель госадминистрации Елена Кравченко-Скалозуб. И это еще не все. После того, как местные СМИ опровергли фейк, российское издание Лентару все-таки написало об этом. И даже звезда написала об опровержении. Вот только как апдейт в самом низу старой новости, которая так и осталась с неизменно фейковым заголовком. А мы напомним, что распространение неправдивой информации после ее опровержения тоже является одним из элементов пропаганды. И о неловких моментах. О них вам сможет рассказать Путин, либо же скорее те, кто готовил его к интервью. Дело вот в чем. В фильме Оливера Стоуна есть момент, когда Владимир Путин показывает Стоуну на айфоне какой-то ролик и говорит, а вот это работа нашей авиации, якобы в Сирии. Но неловкий момент в том, что он показывает фейк. На самом деле это видео из Афганистана, опубликованное пять лет назад. И на нем не российская авиация, а американские вертолеты Апачи атакуют позиции талибов. А переговоры пилотов на русском были наложены из второго, другого видео и тоже не принадлежат россиянам. Это переговоры украинских пилотов над Донбассом в 2014 году. А больше истории о том, как Путин обманул Стоуна в фильме смотрите у нас на сайте. Канал «Звезда» сообщил, что во Львове якобы из-за мусора отменят музыкальный фестиваль. Идет речь о музыкальном фестивале «Альфа Джаз Фест», который проходит там ежегодно летом. «Звезда» вынесла страшилку в заголовок, такой же можно найти и на сайте спутника. Кто источник? Об отмене якобы заявил украинский экс-министр здравоохранения Олег Мусей. Но что было на самом деле? На самом деле это была просто его рекомендация, а не заявление соответствующего ведомства или решение городских властей. А фестиваль на месте. Нам организаторы «Альфа Джаз Феста» так и сообщили. Вопрос об отмене фестиваля даже не рассматривается. И сказала нам об этом пиар-специалист фестиваля Ольга Кондратюк. Кстати, о ведомстве. Представители Министерства здравоохранения Украины, в том числе исполняющие обязанности министра Уляна Супрун, были с визитом во Львове для оценки ситуации в городе. Отметили, что часть города замусорена, но центр чисто благодаря мусорникам для сортировки. А еще во время брифинга Уляна Супрун заявила, что не видит оснований для видения режима чрезвычайной ситуации во Львове. И традиционная летняя история по Крыму. Российские СМИ опять наблюдают в аннексированном Крыму наплывы украинских туристов. На админгранице с Крымом, мол, очереди, очереди с тех, кто вместо безвизовой Европы поехал именно сюда, на полуостров. Об этом вот сообщает телеканал «Звезда» про кремлевское издание «Вести». Но данные Госпогранслужбы Украины говорят об обратном, что на админгранице с Крымом, наоборот, наблюдается снижение потока транспортных средств. По данным службы, количество автомобилей, пересекающих админграницу в обоих направлениях, за полгода 2017-го сократилось на 75 тысяч по сравнению с таким же периодом 2016-го года. А еще, по данным опроса Киевского международного института социологии, как планируют отдыхать украинцы в Крым, желает отправиться только 1% украинцев, что даже меньше, чем в прошлом году. А за границей планируют отдыхать, наоборот, больше, почти 3%. Откуда тогда очереди? По словам Госпогранслужбы, несмотря на меньшее количество транспортных средств, направляющихся в Крым, оккупанты вновь создают искусственные очереди перед контрольным пунктом въезда-выезда Чангар, пытаясь показать наплыв туристов. То есть пропускает автомобили медленнее, тем самым создавая очередь. А это было все на сегодня. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов, уловить их на лжи и манипуляциях. Если увидели новость, которая вызывает вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok